Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко и далее поговорим о главном. Компромисс по безвизу найден. Европарламент и Совет Евросоюза достигли соглашения по механизму при остановке безвизового режима. Об этом написал в своем фейсбуке президент Украины Петр Порошенко. Сегодня этот вопрос обсудят в Комитете по гражданским свободам и внутренним делам. А после утверждения в Комитете вынесут на пленарное заседание Европарламента. Принятие механизма при остановке безвизового режима дает зеленый свет для отмены виз для Украины и Грузии. Наиболее вероятно, голосование по безвизу может состояться 18 января. Накануне президент Евросовета Дональд Туск призвал главу Европарламента Мартина Шульца как можно скорее договориться о механизме при остановке. В противном случае Евросоюз потеряет доверие своих партнеров и политические рычаги. 20 раз боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, сообщили в штабе. Атаковали с запрещенной минскими соглашениями крупнокалиберной артиллерии и минометов. На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 мм обстреляли Чермалык и Широкино, а из 82-мм Красногоровку. По Новотроицкому огонь ввел снайпер, гранатометы и стрелковое оружие боевики использовали вблизи Лебединского, Славного и Павлополя. На Донецком направлении из артиллерии калибра 152 и 122 мм оккупанты обстреливали водяное. Из минометов калибра 120 и 82 мм в Верхнее Торецкое. Из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Авдеевку и Луганское. Украина прилагает все усилия для освобождения пленных до новогодних праздников. Боевики от обмена пленными отказываются. Об этом по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске сообщила представитель Украины Ирина Герасченко. В так называемой ДНР заявили о том, что у них в плену находится 42 гражданина Украины. Некоторые из них незаконно удерживаются в тюрьме уже около двух лет. Украинская сторона предложила обменять их на 228 боевиков. Террористы согласились освободить только восьмерых. В то же время луганские сепаратисты утверждают, что у них лишь шесть украинцев. Взамен требуют амнистировать и освободить более 440 человек. Переговоры идут очень трудно, но шанс на компромисс есть, отметила Герасченко. В подгруппе по безопасности украинская сторона продолжает настаивать на демилитаризации Дебальцева и на открытии пункта пропуска в Золотом до 10 декабря. Продолжение следует... Соберутся главы внешнеполитических ведомств около 50 стран ОБСЕ. Россия обвинила крымского журналиста Николая Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Федерации. Об этом сообщили адвокаты Семены Андрей Сабинин и Эмиль Курбединов. По словам Сабинина, защита заявила ряд ходатай. Следователь, не читая, сказал, что откажет. Сегодня начинается ознакомление с материалами уголовного дела. Курбединов прогнозирует, что ФСБ представит суду Николая Семену как ярого ненавистника России. Для этого следствие используют вырванные из контекста статьи, фразы и необъективные экспертизы, отметил адвокат. Напомню, 19 апреля российские силовики в оккупированном Крыму задержали журналиста радио «Свобода» Николая Семену. Его обвинили в критике аннексии полуострова. Позже отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается. В Украине и международных организациях осудили задержание журналиста. Он авторитетный. В свое время он был собственным корреспондентом «Зеркало недели», «Газеты день», «Радио Свобода» и, конечно, у него достойная репутация. Но по надуманным обвинениям его преследуют. Мы привлекаем все возможные международные структуры к проявлению солидарности с нашим коллегой. Но констатируем, что там, где ситуацию контролирует российская власть, там права украинских журналистов и журналистов в целом не соблюдаются. Более 20 тысяч украинских самолетов перевезли сотни миллионов пассажиров и доставили десятки миллионов тонн грузов. Не каждое авиапредприятие может похвастаться такими достижениями. А если вспомнить, что самолетам под брендом «Ан» принадлежат сотни мировых рекордов, то отпадут все вопросы, почему Украина гордится своим авиастроением. Над чем сейчас трудятся на государственном предприятии «Антонов», точно знает Алена Клюско. Когда в 1927 году в небо поднялся первый самолет из семейства «Антонова» «Ан-2», мало кто мог подумать, что этой марке суждено написать не одну страницу в истории мирового авиастроения. Первый самолет был для нужд сельского хозяйства. В дальнейшем «Антоновцы» в основном выпускали пассажирские и грузовые суда. Так, в конструкторском бюро под руководством легендарного Олега Антонова были разработаны и пошли в серию многоцелевые «Анны» — 14 и 28, транспортные — 8, 12, 22, 32, 72, 124, 225, пассажирские — 10 и 24. Однако, независимо от моделей, все они имели свои козыри, которые до сих пор ценятся во всем мире. Самолеты с маркой «Анн» известны во всем мире, летают по всему миру. Самолеты, которые заслужили славу одних из самых надежных, неприхотливых самолетов с великолепными взлетно-посадочными характеристиками, которые могут летать практически и на бетонных ВПП, и на грунтовых ВПП, и на заснеженных. Особая гордость предприятия — тяжеловесы «Мрия» и «Руслан». Они абсолютные рекордсмены в грузоподъемности. «Руслану» под силу доставить 150 тонн груза «Мрия-250». Она была создана в 1988 году для перевозки космического корабля «Буран». С 1995 по 2001 годы из-за закрытия этой программы гигант лишился заказов. Этот самолет — гордость Украины. Еще каких-то несколько лет назад он бы мог оказаться в музее. Но благодаря усилиям и терпению украинцев он продолжает возить самые тяжелые грузы в мире. Благодаря «Мрии» были проведены рекордные авиационные перевозки в истории, среди которых доставка 175-тонного трансформатора из Австрии в США. А уникальная строительная техника, доставленная из Чехии в Узбекистан, весила все 250. Сейчас на счету самолета сотни мировых рекордов. Пилоты заверяют — будут еще. Ведь «Мрия» продолжает трудиться в небе. Признаются, она вызывает восторг во всем мире. Отправляясь в какой-то рейс, когда тебя где-то встречают или провожают много зрителей, естественно, чувство гордости какое-то внутри распирает о том, что да, вот это мы, мы это можем, вот этот весь огромный комплекс, он еще и летает. Сейчас эти великаны вместе трудятся в подразделении грузоперевозок авиалинии Антонова. Их доля на рынке сверхтяжелых транспортировок — 40%. Остальные 60 — тоже на крыльях железных птиц Антонова. Весь рынок сверхтяжелых грузов поделен в мире между двумя компаниями. Это Антонов, авиалиния Антонова и «Волга-Днепр» российская. И весь мировой рынок, а он наш, нет конкурентов. Просто нет в мире другого самолета, который бы мог возить то, что мы земли. У нас есть преимущество, что даже «Волга-Днепр» не может возить то, что может возить «Мрия». Вскоре на взлетную полосу выйдет вторая «Мрия». Предприятие заключило контракт о достройке второго Ан-225 с китайской компанией. В дальнейшем стороны намерены наладить совместное серийное производство гигантов Китая по лицензии Антонова. «Мрия-2 от «Мрия-1» будет отличаться прежде всего оборудованием. И, наверное, практически только оборудованием. Потому что фюзеляж, крыло, оперение, все основные агрегаты по конструкции, они абсолютно идентичны «Мрии-1». А вот оборудование, которое будет устанавливаться, системы самолетные, они, конечно, будут уже современные. Однако на сегодняшний день главное направление – серия современных пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158. Отличаются небесные птицы размерами и количеством пассажиров. Самолет соответствует всем современным требованиям. Позволяет его эксплуатировать в любых условиях, в любых, как говорится, климатических условиях, на аэродромах вплоть до высоты 4000 метров. Самолет Ан-158 только собирается у нас на Украине. Поэтому и самолет Ан-148-200 тоже собирается только на Украине. Среди заказчиков – авиакомпании Турции, Саудовской Аравии, Азербайджана, Малайзии и Кубы. Также завод получил госзаказ от Минобороны Украины на строительство трех Ан-148. Кроме разработки новой техники, предприятие обслуживает и модернизирует все находящиеся в эксплуатации Анны, чтобы украинские машины соответствовали требованиям времени. Все эти годы шла модернизация, особенно в части авионики или авиационного оборудования. То есть это самолет уже давно не похож, особенно по облику кабины, на тот самолет, который был создан 35 лет назад или больше. Это требование сегодняшнего дня. Производит модернизация, увеличиваются ресурсы. К концу года антоновцы представят миру очередную новинку – Ан-132D. Его разработали по спецзаказу из Саудовской Аравии. Доступен он будет и для других клиентов. Большинство комплектующих – украинские. Остальные поставляют партнеры из США, Франции и Канады. На базе самолета Ан-132, как и на базе предшествующих самолетов, можно реализовывать и варианты самолетов спасательных, и пожарной модификации, и просто транспортный самолет. И мы очень рассчитываем, что самолет станет полезным также для украинских заказчиков. Мало кто в мире может похвастаться тем, что глава государства летает на отечественном самолете. Украинский борт номер один – Ан-148. Первый полет президент Петр Порошенко совершил на нем 24 января 2015 года, во время визита в Саудовскую Аравию. Алена Клеско, Тимофей Сорокин, Петр Галко, UATV. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию читайте на сайте агентства Украинформ. Я же прощаюсь с вами ненадолго. Хорошего всем настроения.